Так, открываем сейчас лыжачок, где перезимовал бак построен. Вот такая зимовочка. Это первый раз я взрываю после зимы. На крайней рамке еще есть медок, но они уже его аккуратно начали распечатывать. Вот так перезимовало, ребята, на 9-й рамках. Клубной, конечно, меня кужимается на 8-й рамок получается. А сейчас так, в принципе, да, трошки сырость есть под пленкой. Заметно, что есть сырость. А на корземы валы нормально. Спокойненько сидеть. Это полная рамка. Тут подъедает медочек. Да, почти пуста. По краям осталось полнометки, а так-то... подъедает медочек, но не получается. Мне все тяжеленько тоже. Вот такие трамки. Бакфаст. Нормально он и зимует. Обычный лыжак, вентиляция была через низ. Полностью открытый литок внизу. И сантиметр сверху. Сверху пленка, как говорили. Но я вам скажу, что Бакфаст, вот в умовах Киевщины, нормально зимует лише в великих семьях. То есть слабые отводки на 5-6 рамок. Ну, они перезимовали, но трошки было больше осипей. Мне не понравилось, как они перезимовали. Нормальные семьи, 8-9 рамок, прекрасно зимуют. Подморы трошки, сейчас я чуть почищу. Складу их на весну, дам пару кормовых и вперед. И развивается. Такая зимовка Бакфаст. Это у нас Ф1, из материнки Б22АМГ. Но их я рекомендую лишь на певдень, на Довгий Сояшник. И там они значительно лучше себя почувают. У нас тоже нормально, в принципе. Но на певдень, они там просто вписываются. В Довгий Сояшник, который цветет до 1-го вересня. И потом они еще трошки могут нараститься. Хотя и другие, там Карника, Карпатки, они не будут наращиваться и просто просядут в зиму. А Бакфасти, там, допустим, или, может быть, какая-то Италейка, трошки наросятся в зиму, перезимовывают. Зима у них меньше на певдень. И тогда они прекрасно дальше весной облетаются пораньше. Ну, то есть, на певдень они больше гармонично вписываются. Так что, вот так вот такая зимовка Бакфаста. Я первый раз их открыв. И здесь еще один рамок. Ну, так вот они перезимовывали. А ну-ка, тут что у нас, и расплочено мое. Сейчас уже проглянем, раз мы их начали. Трудневый свод. Да, тут вони греют расплодик. Вот это чё, как ладошка приблизно. Расплодик, одна рамочка. Вот они недавно почали, до сни, почали выращивать чуть раньше расплод. Так, вот пчелка уже с обножкой из маты-мачехи. Тестую, а вот она. Здесь же я бачу, в желтую обножку тебе шабла. Вот, маты-мачехи почали нас этим. Такие трежки карника у нас, значительно мощи. Даже отводки прекрасно прозимовало у карники. Желательно добавить кормах, потому крайние рамки еще и осталось. Корма в цей час никому не завалять. Да, то есть, они дожили до безоблетного периода. И дожили пять месяцев безоблетного периода. И оставили себе дві крайні рамки. Вот эту почти полометку и тут трохи. А это все попедъедали. Зима видалась очень суровая. В смысле, не в холодах, а в безоблетном периоде, где почти пять месяцев. Майже пять месяцев. Это серьезное пробование именно по кормам для бджел. Так что все-таки я бакфаст рекомендую именно на певдень, на довгие соечники. На Киевщине карника наиболее себя показываю. И карпатка нормальная, но карника она более сбалансована и по и по використанию кормов, и по зимовле, и по миролюбности кращая. И маленькие медозбори она сбирает. И мает стримкий весняный развиток. Просто лучше отселекционирована бджела. Вот и все. Что тут сказать. На мою думку, власне. А это у нас зимовля бакфаста. Также они зимуют. Они уже у меня третий рік. По-моему, третий сезон, четвертый. Но только нормальными великими семьями. 8-9 рамок. То есть надо подсилить, нарастить их. Отводки хуже результат. Дим ну как долгие наши зимы. Тут по 4-5 месяцев долго для них. На певдень, наверное, лучше. И отгуки лучше с певдня. Так что так. Вот такой подморчик. Сейчас я вышкриблю все и собираю их. Все. Всем дякую за увагу. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Жмите на дзвиночок поряд с подпиской, чтобы быть в курсе всех новых відео. Всем доброго удалого сезону посечнику ванне. Так вот зимовка еще одного бакфаста. Тоже если хорошая сильная семья нормально зимуют. Однако затянулась весна. Кормовые запасы не очень значительные можно сказать. Желательно добавить им что-то. Метку сиропчику потому что мы 5 месяцев просиделось считайте вот так они перезимовывают. Сейчас трошки митку есть. сиропчику 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 а так они зимуют 7 ненормально. В этом росте 5 месяцев. А так как обычный рик 3,5 месяца до 4 то значительно краще получается. Так что так на Киевщине на улице все 4 молодец такая. Подморчик вот так вот все далее собираем. Так ну вот я снимаю третий бакфаст така же сама картина нормально они перезимовали кормовая как мы бачим вот заявок не маят. Ну они уже начали переносить по теплу за 2 дня тепло начали переносить корма в принципе еще же перестали так вот вот выбрать корморчик вот тут еще чуть-чуть есть а тут есть цель больше запасливый как они видать не выращивали расплод не заложили пів рамочки этого расплода и корма осталась получил хорошие уже нет так ну вот по трошку но меньше половины кормов осталось что я их открыл раз дима с ними працюю спокойно маску конечно надежно потому что мешают как они в нос летят ну в принципе никак все спокойно были это одна сутка корма потому что спокойно можно с ними працювать то есть лед идет пчелки летают и вы с ними працюете спокойно атака отнимовочка так в центре уже пусті рамки так найгручно одной рукой насылать атака отнимовочка бакуста атака